здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет разбор которого вы давно просили небольшая предыстория вот перед вами сейчас фотография певца децела он же кирилл толматский он ушел от нас то есть умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет это была какая-то странная смерть но она произошла и спустя уже почти пять лет после этого прискорбного события его бывшая гражданская жена юлия киселева дала интервью ксении собчак где она обвинила отца своего бывшего гражданского супруга во многих вещах и следом за ее интервью сам обвиняемый так сказать тоже выступил на другом канале и опроверг ее обвинение и сейчас наша задача выяснить кто же говорит правду а кто лукавит в этой ситуации потому что конечно же две противоположные стороны утверждают абсолютно разные вещи и давайте с вами с помощью невербальных сигналов тела потом еще если вам будет интересно с других точек зрения рассмотрим эту ситуацию но давайте включаю я первый фрагмент и наблюдаем за поведением юлии вот ну давайте смотреть кирилл единственный ребенок в семье несмотря на то как проявлял себя папа посмотрите как она отклоняется в моменты когда она чего-то боится или говорит о чем-то неприятном то есть вот пожалуйста сигнал тела по которому мы уже сможем определять некоторые вещи да то есть вот где она говорит об отце она отклоняется но мало того отношение к папе сразу видно здесь то есть вместе с тем что она отклоняется она держит голову довольно высоко и мы видим что здесь улыбка но улыбка которая трактуется как презрение когда человек говорит с высоко поднятой головой и вот таким образом отклоняется да это значит что он хочет соблюсти дистанцию с тем кого он упоминает и кроме того вот эта улыбка говорит ну вообще эмоция презрение это когда человек радуется что он выше по каким-то признакам по каким-то ну не знаю качеством характера дать нежели тот о ком он упоминает и в данном случае вот пожалуйста мы видим отклонение и презрение вот вот в принципе то как она относится к отцу своего бывшего гражданского супруга кстати я сейчас по ней пройдусь очень хорошо так что готовьтесь будет жарко они надеялись что я стану хорошим рычагом для управления вышедшим из-под контроля мальчик а я к сожалению не было достаточно умной и сказала ну подождите в него свое мнение пусть он сам решает видите она снова отклоняется и мы видим что здесь эта ситуация и и как-то вот до сих пор напрягает и ей хочется не говорить об этом да и вот и как-то не очень комфортно об этом говорить поэтому идет отклонение то есть если вы видите что собеседник отклоняется то он от чего-то пытается отгородиться выставить какую-то дистанцию в данном случае мы это видим мы пожалуй это сделаем попозже но и моменту последних месяцев беременности семья уже произошла трагедия эти уходы головы семьи куда-то там и вот посмотрите как она об этом говорит это прям личная такая обида для нее ну здесь конечно же отклоняется презрение отвращение челюсть высоко то есть как он посмел вообще бросить всех нас на произвол судьбы то есть это как раз вот отец децела ушел к другой женщине и тем самым но можно сказать бросил всех под танк включая и и и по поводу этого она до сих пор переживает и ей до сих пор неприятно это говорить то есть она не отпустила если она испытывает эмоции то она не отпустила эту ситуацию и здесь дорогие мои друзья вот скажите пожалуйста вот как вы относитесь сейчас к такому высказыванию на секундочку вот ну что в принципе упомянул отец децела до своем интервью он сказал что я ушел когда сыну было был 21 год но сколько бы лет не было этому самому сыну сын уже ждал ребенка понимаете вот он уже сам чуть ли не стал отцом на последних месяцах беременности то есть сын уже живет своей жизнью и какие могут быть вообще претензии к тому чтобы ну вот как оставили без средств к существованию ну как-то очень странно оправдывать свои ну скажем не не исполненные надежды не исполненные желания оправдывать тем что ну вот отец моего мало ну ее молодого человека вдруг ушел из семья причем тут вообще отец да ну как я не знаю в общем напишите свое мнение по поводу этой ситуации но меня конечно вот честно говоря резанула вот это вот отношение до такой довольно потребительское отношение к отцу да вот в данном конкретном случае ну и кроме того она еще упоминала что ну как то вот она сказала мальчик вышел из-под контроля то есть получается что мало того что мальчик сидел на шее у родителей так она еще села на шею к родителям да и получается что собирается рожать детей они вот-вот станут родителями но все равно смотрят в сторону родителей до чтобы они их содержали но как-то очень инфантильная позиция как на мой взгляд но напишите свое мнение по этому поводу да но знаете я сразу забегая вперед скажу что здесь достанется всем да и вот в данном случае вот я по-честному меня вот это несколько ну как-то напрягло да ну и получается что она сейчас говорит что они не поженились из-за отца но как-то очень странно здесь я конечно же ставлю под сомнение вот это утверждение я думаю что причины крылись в несколько других вещах и в конце я вам покажу в каких вещах это уже с точки зрения астрологии ну ладно ну в общем на этом наверное понятно да и вот мы заметили что когда юля говорит о том что ей неприятно одна из ее реакции на страх это избегание да то есть отклонение тела и вы это заметили теперь идем дальше ну тут дальше идут претензии к отцу и давайте смотреть каким он был отцом лучшего отца для сейчас речь о кирилле именно адыц или сына я найти не могла к сожалению возможно это связано с тем что у самого кирилла не хватило ему как бы папиного тепла видите да опять вот эта реакция в сторону ну как дедушка но александр толматский да вот в сторону этого человека идет опять такая реакция и презрение и получается и челюсть вперед это будет это для нее как бы она нанесла таким образом удар этому александру до подняла челюсть ну то есть челюстью мы с вами деремся и соответственно если в разговоре человек поднимает челюсть он тем самым показывает свою силу свои аргументы да он выставляет свои аргументы для нее аргумент полюбуйтесь ну какой он ужасный человек да он не дал тепла своему сыну но в общем то здесь что можно сказать но это как бы дело их да ну во главу угла в данном случае юля ставит именно этот вопрос да и это она очень сильно осуждает приподнимает брови и вот все то чего он не получил как бы в своей родительской семье это и гораздо больше как то есть дал нашему ребенку и и кстати обратите пожалуйста внимание вот на этот шрам я в конце вам покажу схему по которой мы определим возраст и там прям соответствует вот этому возрасту который сейчас она проходит и сейчас у нее довольно сложный период и когда он закончится по схеме это видно я вам все покажу он был идеальный отец то есть его просто сначала отстраняли от финансов как несовершеннолетнего потом оказалось что у него ничего нет конечно же здесь юля взяла роль судьи судит конечно же она своего бывшего свекра и ну как бы дает понять что не все гладко было в этой семье и это понятно да но я думаю что возможно что александр взял это на себя не потому что он так хотел рулить хотя хотя возможно и поэтому но вполне возможно и другие какие-то причины были возможно что ну вот децил не умел этим управлять мы же как бы сейчас не можем это определить поэтому вот это ну я думаю что стоит отнести к ее оценочным суждениям и в общем то не придавать большого значения тому что она говорит вот именно с точки зрения морали да там свои отношения в семье и не нам с вами может быть судить эти отношения я бы все-таки судила по делам да и давайте продолжим разбирать невербальное поведение и делать какие-то выводы следующий фрагмент я включаю обычно когда у молодоженов в отношениях происходит происходит что-то не так женщина берет ребенка говорит все я поехала к маме но тут происходило следующее что я не знаю почему но действительно как бы кирилл трижды еще младенческом возрасте когда ребенок был еще совсем грудной он брал ребенка и обратили внимание как она вот этот жест показала когда ребенок был совсем грудной и она вот так вот это сделала то есть здесь меня поймут все мамочки когда ребенок совсем маленький это сплошные заботы сплошная ответственность и ну я не знаю насколько у вас это проигрывалось да насколько вы будете вот так жестикулировать но когда человек берет себя за шею здесь он как раз еще раз усиливает посыл того что это огромная ответственность это недосып это это нервотрепка это ну много и позитивных эмоций но многие мамы сталкиваются с тем что действительно это очень стрессовая ситуация да это стрессовое время для каждой матери которая родила ребенка и здесь вот прям жестами юлия это все нам с вами показала но знаете когда вот такое усиление идет жеста что все это так сложно то для нее действительно это было сложно ведь для каждой переживает этот период по-своему да и у кого-то это было сплошной радостью у кого-то это было сплошной депрессии но в целом конечно же любая мать поймет да что все таки это огромный груз ответственности а как мы к нему относимся это уже другой вопрос да и уделяем ли мы внимание и акцентируем ли мы внимание на том что это было именно проблемой но для юлии явно это было большой проблемой и здесь конечно же она рассказывает с улыбкой и я тоже слушаю ее с улыбкой и я очень рада что юле так повезло с граждан пусть гражданским мужем но когда рядом такой человек который вот прям берет и он все делал для ребенка это потрясающий отец вот судя по рассказам всех кто и ну кто сталкивался да с этим отношением я просто завидую белой завистью этой семье за то что у них в семье был такой отец да поэтому ну здесь радостно исчезал на машине в неизвестном направлении не бралка видите отклонилась то есть для нее и ее это пугало до сначала это было проблемой потом ее это пугало до руками перебирает волнуется это количество часов трубку и вероятно да в один из таких разов он мог приехать к папе то есть видите там было волнение да и в общем то понятно идем дальше смотрим еще один вопрос который честно говоря вот для меня расставил все точки над и не могу вас об этом не спросить кирилл курил траву с 11 лет я думаю что всем стоит прочитать еще вот эту книжечку какое у вас было отношение к его пристрастию сразу хочу сказать что наркотики это зло не употребляйте наркотики чтобы не было таких ужасных заявлений как в 11 лет насколько мне известно как бы курить траву начал в швейцарии когда он учился там в частной школе соответственно но кажется где-то 13-14 мне кажется ну окей чуть-чуть на старше тинейджером как многие давайте тоже знаю я бы не сказала что я негативно относилась к этому меня пугало то что это противозаконно я могу лишиться родительских прав на ребенка я у него единственный родитель по документам как мы уже обсудили вот ну и да меня пугал как бы незаконность его действие но по факту то что я видела кирилл был не пьющим человек ну и что я здесь увидела я увидела что человек старается говорить правду какая какой бы это правда не было я ее ни в коем случае не поддерживаю в этом да и здесь мы получили сразу несколько сигналов которые вот она нам сказала во первых даже невзирая на то что это было да это есть стыдно об этом говорить и возможно это очень сильно портит ее репутацию и опускает в наших глазах и так далее но она говорит все честно и вот это понимаете для меня было сигналом вот этот человек изо всех сил старался все честно говорить да она относится плохо к отцу да она считает что 21 год и бросили на произвол судьбы и тем самым подставили да она по-честному нам все рассказала и вот это вот знаете честно говоря вот ну на мой взгляд для меня вот как-то я ей поверила вот вот благодаря тому что во первых она честно сказала об этом неприятном инциденте и вообще в принципе это незаконно это она она и сейчас является матерью и сейчас она еще по моему он же несовершеннолетний да она может вот благодаря вот этому всему лишиться материнских прав до или ну я не знаю юридически да но вот невзирая на то что это огромный риск для нее она говорит обо всем честно в том числе об этом кроме того смотрите как интересно она изо всех сил старается его выгораживать да там когда ксения сказала что с 11 лет она ну даже если это не такая значительная деталь но все равно она постаралась немножечко уменьшить градус ответственности и скажем нарушений да то есть она сказала что в 14 но хотя бы там ну то есть она изо всех сил топит за своего бывшего мужа да и это тоже такой штрих к портрету да поэтому знаете вот услышав вот этот фрагмент вот меня это честно говоря немножечко подкупила да и подкупила с точки зрения того что ну я я и поверила вот так вот а теперь по поводу вот там сын ее что говорит по поводу прав да и всего остального давайте послушаем его кому сейчас принадлежат права на музыку отца сейчас они принадлежат мне бабушки и дедушки в размере 33 и 3 процента каждый делится контрольный пакет во всей этой ситуации находится у александр яковлевич потому что договор был составлен так что уже в 14 лет как бы никакого решения фактически не я не бабушка не не можем привнести но как может у только у дедушки быть при тридцати трех процентах основное право голоса как то вас я сейчас объясню есть какое-то количество пунктов которые идут дальше в договоре и которые естественно никто не читал потому что бы находились на доверии в тот момент была определенная черта доверия которую мы как бы пересекли и вот чем она сейчас выливается а помимо тридцати трех и трех процентов которые у нас были мы имели только номинальное право на получение отчислений и выплат с этой истории то есть фактически ни на что кроме как получать деньги я и ира не имеем права последнее слово в одобрении любого проекта связанного с интеллектуальной собственностью папы она всегда остается за сашиной подписью и фактически еще недавно ввиду определенных обстоятельств как бы определенных наших ссор шантажом заставили подписать бумагу которая вообще дает право саша подписывать любые документы и делать что угодно с этой музыкой без нашего ведома даже не присылая документы нам на под да интересная ситуация в общем в итоге ну я так понимаю что он не имеет никакого права на интеллектуальную собственность своего отца и это конечно же его беспокоит очень сильно а кроме того обратили внимание на каком пальце у него этот кольцо он носит на указательном пальце кольцо это сигнал того это признак того что человек перед нами который любит руководить но вы знаете я посмотрев космограмму дедушки и его я так понимаю что там еще песенка еще не спета и там предстоит нам очень интересное развитие событий да мы станем свидетелями многих вещей в дальнейшем потому что перед нами человек хоть еще и совсем молодой но со своим характером и и ну скажем так сейчас он получает жизненные уроки и я думаю что дедушка еще вспомнит о нем ну в общем это так не буду ванга здесь но в общем что мы услышали мы услышали что он имеет какие-то номинальные возможно выплаты но ну либо реальные но это уже неважно важно что он хочет участвовать в каком-то наследие отца но он этого не может сделать потому что дедушка забрал все права да значит ну теперь давайте послушаем дедушку да послушаем александра толматского который в общем то на которого сейчас летели все шишки что же на самом деле это за человек и вообще вот что он нам рассказал как он нам рассказал ну давайте по нему посмотрим теперь то есть вот то что мы увидели по этой стороне против как это одна одну сторону мы выслушали давайте выслушаем другую сторону включаю первый фрагмент вернее фрагмент это очень круто к откуда вообще эта песня появилась ну вот после его смерти так случилось что мы с моей бывшей женой оказались у него в квартире и я думал что то может быть такое у настояле настояле были понимал что что-то должно остаться после него но не может человек ноутбук был каким-то образом исчез из дома его но у него на столе я увидел две флешки и я и взял и как бы посмотрел и скачал содержимое себе и на этих флешках очень много какого-то материала фотографий было и вот среди всего этого там были какие-то там но собраны музыкальные истории связанные с его гастролями выступлениями и я думаю что они что-то неизданное ну собственно горе из неизданного там всего было там два трека один трек но который невозможно сейчас выпускать по определенным причинам и и вот этот трек он был в разобранном абсолютно виде и мне помогли сделать сумму до собрать музыкальную часть я долго думал выпускать его или нет в принципе мы хотели дню рождения выпустить трибют после того как вышел новый трек который выпустил девятнадцатого числа дни рождения началась совсем битва не да то не очень такой с видом знатока очень каждого что делаю я все полное дерьмо то пусть он сделает что-то у него есть ноутбук там сто процентов что то есть и смотрите облизывает губы на ноутбук ну то есть смотрите человек который не считает нужны вообще согласовывать выпуск этого трека да но обошел уже да с помощью договора кстати там что-то говорил и про то что юристы были с другой стороны но он так и не предоставил кто там был что там был на каких условиях это все было там может и были какие-то ну вообще вот понимаете по фактам он ничего не на предъявил да а вот по факту оказалось что он единственный скажем так решал решала вообще вообще во всех вопросах касаемо наследия сына но обратите внимание как он надо вот вот это запинг заминка когда он говорил что флешка как бы вот эти вот все уловки он прекрасно понимает что об этом лучше говорить как-то потише потому что эту флешку он взял без какого-то согласования с женой и сыном все-таки они его члены семьи в первую очередь да но юридически может быть он и скажем но не совсем не прав но вот как сказать дело в том что увидев чужую вещь он просто ее присвоил себе и сейчас извлекает из нее выгоду вот и все а кроме того он облизывается на ноутбук сына в надежде что там тоже что то есть и помните там в разговоре и тони ссылался на то что вот принеси нам ноутбук и тогда получишь компьютер да то есть они там пытались из него папку морозова сделать потом еще ну вот сейчас он упоминает ноутбук ноутбук для него очень лакомый кусочек и здесь я думаю что надо юли и тони очень внимательно самим изучить этот ноутбук и как-то вот юридически подстраховавшись уже если они что-то там найдут уже вот самим с этого что-то поиметь потому что ну этот товарищ обязательно возьмет и даже не поблагодарит как вы видите что благодарности он здесь никакой не высказывает да но тем не менее он взял чужую вещь которую в общем то но это по сути часть наследства да он эту часть наследства взял себе и еще требует остальную часть которая вот личная вещь до которая может быть дорога юли как память но он ее требует для того чтобы извлечь еще какую-то выгоду выгоду для себя и неизвестно там какие отчисления там как бы на бумаге написано что 33 и 3 процента а как это все отслеживается я не знаю поэтому ну вот как бы вот этот маленький штришок уже сразу говорит о том что человек не считает нужным с кем-то что-то согласовывать он привык решать сам и брать все что он считает нужным без согласования идем дальше теперь нам тут вообще просто трешатина ну давайте слушать чувствует свою вину в том что произошло она понимает что она виновата его смерть а вот почему ты кстати так считаешь ну потому что смерть молодого парня в 35 лет сердце ну женщины как бы должна защищать своих мужей кровать зашибись что он сейчас сказал то есть ничего что его сын поехал куда-то учиться начал курить марихуану да то есть это ничего это не страшно то есть то что он распустил своего ребенка в свое время это ничего страшного а вот женщины должны защищать своих мужей смотрите как он съехал красиво с темы до такую философию развел и обобщение такое сделал женщины должны защищать а как именно кроме того там вот судя по интервью версия ну как бы вот причина смерти это какая-то сердечная недостаточность возможно ну там даже упоминалось что врожденное то есть смотрите первое это врожденное да было было заболевание второе это усугубило вот это курение ну вот запрещенные вещества которые при отце еще тогда юлии в помине не было до в жизни децла но как бы юля виновата а в чем она виновата в том что она не не стала с этим бороться да безусловно она могла с этим бороться как-то но она просто решила что ну как она она вот по другому стала реагировать да на это да безусловно ее вина может быть и есть но в первую очередь вина на отце да а кроме того а почему ребенок начал курить да и тут еще вопрос и вопрос не к юле он начал курить при отце да и причина наверное было не в юле поэтому вот это вот передергивание фактами сразу ну как то вот меня честно говоря напрягло а дальше вообще трешатина пошла полнейшая трешатина которую вот обратите внимание как он ловко манипулирует и создает такую иллюзию как будто он говорит правду давайте спали там я нашел такую тетрадку в мелким почерком какие-то заклинания всякая такая такая я очень жалею что я тот момент выбросил эту тетрадку и там был видит то есть она получается чернул чернулся полную то есть она колдовала наверное я не знаю я не могу это сказать я просто говорю факт ничего вот я говорю факт который действительно был на самом деле вы заметили как интересно он сейчас сманипулировал ну во первых он нашел какую-то тетрадку с мелким почерком вот вы знаете когда я хожу допустим на какой-то тренинг я записываю ну там такое можно вычитать вот там духовный рост какой-нибудь вот когда там заставляют писать вот это ну там много заданий до выполняешь и ты пишешь вот человек с каким-то другим восприятием почитает вот эти записи вот с любого личностного вот кто ходил на тренинги там личностного роста или какие-то еще вы наверняка поймете меня что после этого вот эти записи если кому-то попадутся в руки а фиг их точно отнесут к разряду каких-то какой-то чернухи или какой-то непонятной вообще ерунды да но это на полном серьезе мы делаем выполняем какие-то задания да вот на каких-то тренингах потому что это проработка своих каких-то страхов может быть каких-то блоков и так далее то есть это все вообще неизвестно про что было тетрадь про что была тетрадь да но он ее удачно выбросил да то есть он но при этом он не вообще по каким признакам он понял что это чернуха да это его оценочное осуждение которое он сейчас нам с вами навязывает он придумал что это какая-то чернуха да он потом ее якобы выбросил и сейчас он говорит вот была тетрадка мало ли что было да вот может это с какого-то тренинга она там записывала и случайно это оказалось в кровати она просто перечитывала перед сном это обычно кстати очень хорошо работают установки до когда ты их читаешь перед сном и сразу после сна и поэтому она была в кровати вообще это личное дело каждого человека что за бред он несет но он этот бред поставил как факт того что она там колдовала какую-то чернуху делала вообще непонятно чё сам придумал сам как это сам придумал сам расстроился сам расплакался да и нас с вами убедил в том что она мерзавка но это просто полный бред какой-то ну понимаете вот беспочвенность абсолютная беспочвенность его обвинений но он ее так красиво преподнес что многие доверчивые люди могут подумать о колдунья она колдовала она приворожила бедного мальчика да то есть вот видите так вот на пустом месте абсолютная какая-то ложь какая-то фантазия дальше было много-много других девушек это была одна из девушек с которыми он с которым где-то познакомился ноги ну то есть получается да неважно сколько у него было девушек ребенка ему родила она с ней он жил до конца своей жизни с ней он был счастлив по-своему да может быть там были какие-то размолвки юля об этом честно рассказывала да и невзирая на то что я с ней в каких-то моментах не согласна но вот то что она говорила честно это ну знаете вот после того что она и призналась вот таких вещах которых обычно не признаются да но она честно все говорит а здесь получается что да мало ли сколько да у любого человека было много партнеров скорее всего ну у кого-то мало не важно важно что кто-то был до но это не значит что вот ее настолько надо обесценивать да а здесь идет такая обесценка как будто она какая-то вообще непонятная подзаборная какая-то ну то есть вообще атас ну полнейшее неуважение исполни сплошные оценочные суждения да он к ней плохо относится но вот так вот передергивать нашими вот нашим мнением да это конечно же ну как-то не очень красиво . когда пришла в такую квартиру и увидела все это я думаю у него возникла мысль видите я думаю да мало ли какая у нее мысль возникла с чего ты взял что именно эта мысль возникла это это у него такая мысль возникла бы а она неизвестно что подумала так что не надо тут и получается он он сейчас таким удовольствием рассказывает свои фантазии не более того известный хороший популярный парень вот так он красиво живет почему бы мне это было сделано для того чтобы шантажировать моего сына это знает его мама только не за почему ира молчит она говорила также что ты не забрал у него его имя и он не имел право но получается что даже то что она не вписала отцом кирилла он сейчас есть ставит в вину но на самом деле здесь со стороны кирилла немножечко инфантильная позиция да ну как бы он не женился на ней по факту да ну и она в общем то девчонки я думаю что вот вы прекрасно понимаете вот эту точку зрения да но если мужчина не женится то вот наша такая женская даже если это такая знаете женская месть то она уместно здесь да то есть ну как бы ты мне не доверяешь что и я тебе не доверяю и вообще неизвестно если ты не считаешь что со мной стоит связывать судьбу дата мало ли ты завтра уйдешь а мне потом сыном не выехать за границу до или куда-то ну то есть здесь я прекрасно понимаю юлию я прям вот я бы также поступила не знаю девчонки вы напишите вот ваше мнение как бы вы поступили как вы поступали возможно в таких случаях потому что вот я прекрасно вот я сейчас вот в этой ситуации ну вот в этой именно в этом моменте до что она вот так сделала не вписала его отцом я ее прекрасно понимаю даже поддерживаю потому что я как мать четверых детей до когда развелась с мужем и боже мой сколько он не ставил палок в колеса и это было чудовищно то есть это были сплошные вообще вот все что он мог испортить он портил поэтому но как бы здесь так подстраховалась девчонка чё тут не понять ее очень сложно хотя если кто-то из вас не поддерживает напишите аргументированно пожалуйста почему вы не поддерживаете такой шаг со стороны юли но это как бы опять это мы можем об этом спорить но она она мать она права и она как может защищает свои своего ребенка которого она носила 9 месяцев до отец хороший классный кирилл вообще потрясающий отец вот судя по отзывам я просто вот опять повторяю что завидую белой завистью потому что но таких отцов еще поискать но тем не менее то есть он не женился она не вписала но тут как бы 50 на 50 до ну теперь вообще трешатина в этой семье не заканчивается и главное по трешу вот сейчас вы видите перед собой это просто вообще оттас ну давайте посмотрим как она относилась на самом деле к кириллу вот это новая жена александра толматского который он ушел когда кирилл уже был совершеннолетний до здесь без претензий как бы ну вот так ну как бы так тут я я не обвиняю все жизнь она бывает всякая но это как раз та самая женщина которой он ушел тогда он с ней сейчас живет он они нарожали новых детей и все у них хорошо и слава богу но давайте посмотрим как она относилась к первому сыну своего супруга давайте послушаем то есть он подчеркивал что вы якобы это не любовь с твоей стороны сильная какая-то до 30 метровой квартире до меркантильная богачка да ну я думаю что может быть и его все равно картине мира он же рос своей мамой наверное как-то может быть вы смотрите как она реагирует на критику посмотрите как нетерпеливо разворачивается при этом поднимает челюсть нетерпеливо переступает презрение то есть ей это совершенно не нравится то есть есть только моя моя точка зрения и другая точка зрения здесь неуместно говорит ее тело ее жесты то есть дамочка еще то с характером да давайте смотрим но при этом белая пушистая да видите ох ох как ей не нравится то что ведущая вот так вот вот с этой стороны посмотрела я мама несколько раз разводилась в этом видимо поэтому мне легко все это и принять и такие отношения войти потому что все равно все из детства из рода и так далее замечательно но здесь конечно супер аргумент получается ведущая сказала о том что сын александра ну то есть децл осуждал то что возможно там еще личные какие-то вещи да он видел как страдает мама и поэтому он осуждал то что отец ушел из семьи да может быть причина была в том что лишил ну там не знаю плюшек каких-то да безусловно здесь это тоже возможно но возможно что он переживал за маму еще что-то да и здесь получается вместо того чтобы найти какие-то другие слова она привела в пример свою маму которая разводилась несколько раз и тем самым она вот с таким вот ну женщина в очках да такая интеллигентная причем говорит еще так убедительно да и она поставила вот эту неправильную по сути ситуацию да то что мама разводилась несколько раз это ну это как бы не очень хорошо да вот мы все привыкли равняться на то что хорошо да а то что плохо это как бы ну да дело житейское можно это простить но это ни н про вид не в рамках правил да это не совсем то к чему надо стремиться но она это поставила в рамках правильного моя мама разводилась и чё тут такого это не мы такие плохие да это не моя мама плохая что она разводилась это я плохая что увела чужого мужчину это это просто вот вы не так смотрите на нас да вот мы разлучницы мы классные на самом деле ну как бы вот вот что она сказала здесь не те слова надо было говорить и конечно же многое говорит о ней когда она вот вот так аргументирует да причем с умным видом как говорится все глупые вещи говорят со сумным видом да но дальше она трешатину понесла просто несусветную давайте 22 числа рождаются люди которые вечные дети которых проблема с документами с детьми и не знает как их формате их они все живут в минусе они живут с родителями всю жизнь и родители их обеспечивают ой смотрите как она с удовольствием это рассказывает с таким умным видом ребята расскажите мне пожалуй вот среди вас есть наверняка нумерологи и подскажите в какой системе нумерологии вот это нумеролог работает потому что я вообще знаю что число 22 это мастер число это человек с великолепнейшей интуиции это по сути маг своей судьбы и александр и кирилл толматский по большому счету он действительно очень много прогнозировал к сожалению спрогнозировал даже свою смерть как вы знаете да это общеизвестный факт что он за несколько лет до смерти сказал что я хотел бы уехать на остров и там ну и прикинуться как будто я умер ну и вот в 35 лет это и произошло то есть люди с цифрой 22 это сверх люди я вообще с огромным уважением и даже трепетом отношусь к таким людям потому что такие люди это люди которые достигают многого это люди которые умеют много чего умеют это 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 сверх человеке да и и вот так вот говорить про цифру 22 я не знаю может в какой-то системе нумерологии это и есть но смотрите как она красиво передергивает факты она прикинулась вот таким типа нумерологом и впаривает втюхивает своему мужу в первую очередь и он же там тоже упоминал нумерологию там какие-то еще заговоры да вот благодаря вот этому абсолютно некомпетентному вот мнению да то есть она взяла и вот даже если я не знаю в описании там цифры 22 и есть такое описание то это там не знаю какое-то незначительное дополнение основной основной посыл по цифре 22 это совершенно другой но опять-таки может быть я не совсем ориентируюсь какой-то там нумерологии сейчас их много разных возможно там напишите мне в комментарии в какой системе может быть может быть я здесь где-то ошибаюсь но вот да еще давайте еще вот кто родился 22 числа и напишите вы действительно живете всю жизнь с родителями вы действительно вечные дети я ну я считаю что цифра 22 если он играет роль ребенка то только для для каких-то определенных целей потому что цифра 22 это человек который обладает экстрасенсорным видением и если он видит что действительно надо подыграть здесь в качестве ребенка то он подыгрывает ну как бы вот только с этой точки зрения но это не вечные дети и здесь вот то что он вечный ребенок там и все такое это просто ее оценочное осуждение которое она приправила якобы нумерологии и нам с вами вот это вот все втюхивает ну я просто вообще в шоке от того как она это все еще и с умным видом еще и посмотрите как поджимает губки презрение поднимает челюсть то есть вообще она так презрительно относится к его сыну что просто знаете вот это настораживает намного больше чем ее полный бред который она несет про нумерологию меня пугает больше вот эта ненависть к сыну то есть невзирая на то что ли ну его уже пять лет нет с нами она до сих пор к нему неприязненно относится понимаете с какой во-первых ненавистью было вот это все произнесено про вечные дети да ну то есть она конечно стесняется в более жестких объяснениях да но вот то что она демонстрирует своим телом говорит о том что она взяла реванш она нарожала ему новых детей которые стали наследниками да этот как бы все ну как бы вот вот она здесь вообще просто вот вообще оттас да а ты с юлей из его гражданское желудка я забыла даже да я юля зовут юля да она нас как-то проходит знаешь как типа это имя называть нельзя как и радостно что это имя нельзя называть ну да она же у вас вообще под плинтусом где-то да выше и не уважаете даже имя не можете запомнить хотя на самом деле это та женщина с которой сын твоего мужа жил с которым у него был ребенок да и которого он вас ребенка воспитывал да то есть ну как бы а имя запомнить но зачем зачем это же ниже моего достоин да ты никогда не взаимодействовал она мне как-то прислала кольцо кортье а такое в пакете а уже кто-то кстати вот помните юля когда рассказывала в этом интервью по поводу кольца кортье и ну я честно говоря когда смотрела у собчак я искала там сигналы которые говорили о том что это неправда но я их не обнаружила да и вот думаю странная какая-то история она там говорит я им отдала это кольцо пусть они мне его вернут обратно что-то такое я такая думаю как-то странно да даже в этом она не соврала то есть получается что юля рассказывала про кольцо это действительно правда мы думали как нам это знаешь какая церковь у меня теперь от этого как-то вот ну то есть было было передано такое кольцо ой 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 какой церкви ну все избавилась прям так мерзко очень мерзко напишите ваше мнение об этой женщине мне честно говоря она абсолютно вот из всех героев которых я здесь увидела ну вот александр толматский еще более-менее там можно его как-то он и сына потерял и в общем-то человек да он деловой там эмпатии минимум но вот вот это вот та дамочка которая делает из него вот этого вот человека до который по сути отказался от своего внука который ну по сути он кинул своего внука до кинулся ну я не знаю конечно он со своей стороны пытается как-то увековечить память о сыне но делает это на фоне вот этих разборок и вот этой ненависти мерзко мерзкая история и это мерзкая история идет вот как раз от этой дамочки которую не хочется больше видеть да на этом невербальное поведение я заканчиваю но посмотрите что хочу вам показать у юли видели шрам я просила вас обратить внимание на ее шрам вот смотрите у нее вот отсюда сюда идет шрам я не знаю от чего этот шрам но начиная с 36 лет и до 45 лет у нее какие-то неприятности в жизни и как мы знаем что именно вот в 35 или в 30 когда вот она получается овдовела да и началось вот это все эти разборки с семьей мужа и так далее вот они как раз вот пожалуйста сейчас я попробую найти ее где-нибудь вот давайте посмотрим вот вот этот шрам идет да я не знаю кстати напишите в комментариях откуда у нее этот шрам вообще я так понимаю в молодости у нее этого не было так что да кстати если вам эта схема интересная под видео ссылочку оставлю чтобы если вам надо пожалуйста пользуйтесь у меня есть видео где я вот по этим шрамам прям разбираю надо будет ссылочку эту ссылочку тоже размещу и покажу вам а да а теперь слушайте по астрологии немножечко вам расскажу если вам интересно оставайтесь со мной если не интересно в принципе на этом можете закругляться да ну давайте посмотрим что я хотела сказать тут много чего так надо космограмму сделать потому что это не натальная карта так значит по поводу децела так 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 не не буду сейчас его разбирать я хотела разобрать совместимости вот всех участников да и обещала вам что дедушка еще вспомнит про своего внука давайте разберемся сейчас я оставлю синастрию с так 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 юлия с юлей а дело в том что так дождите что это такое у меня получилось а а нет секундочку децел так вот значит смотрите децел с юлия киселевой смотрите какая интересная история у них день рождения буквально одна неделя разницы он 22 она 29 то есть кстати у нее по нумерологии тоже 11 вот 2 плюс 9 это 11 у него 22 у нее 11 это по большому счету да вот это мастер числа это люди с великолепнейшей интуицией оба а там и так как у них день рождения рядом то вот эти все соединения они не случайны получается что планеты далеко не ушли и они соединились жаль конечно что времени рождения нет здесь мы бы по домам посмотрели но вот ушла только луна получается да вот за 7 дней луна прошла это расстояние но и солнышко немножко отошло так все основные планеты все на месте оказались да и они оказались в соединении о чем это говорит о том что люди очень похожи и они как брат и сестра но я не знаю там может быть по асцендентам дисцендентам как то вот если бы время рождения было я бы более точно сказала их совместимость но в целом я должна сказать что совместимость у них великолепная смотрите вот эти зеленые соединения вот солнце уран например так ее солнце его уран то есть она его своим присутствием в его жизни она вдохновляла его на какие-то грандиозные идеи да на какие-то оригинальные шаги да вот оригинальность он получал видя ее да вот видя общаясь с ней то есть ее солнышко заряжало его на оригинальность дальше плутон нептун а ну это более трансурановые планеты поэтому такого большого значения не имеет но все равно его так нет ее энергия направляла его на какие-то достижения на так по нептуну это у нас на мудрость души на творчество творчество это же нептун как раз то есть она его своей энергии направляла на творчество до плюс еще что у нас тут меркурий узел получается что его интеллект ее развивал вот ну вот для того чтобы ей пройти свой жизненный путь ее предназначение было в том что он давал ей через свои мысли через свои через то как он говорил с ней то есть она направлялась по своему жизненному пути благодаря тому что он ее вот направлял своим интеллектом но самое интересное вот пожалуйста из-за чего они ну вот вот эта ситуация до сатурн а также секундочку отодвину сатурн солнце получается что ее сатурн был в квадрате с его солнцем то есть смотрите него эго хотела быть свободным ему не хотелось иметь штампа в паспорте она его вот по большому счету она очень хотела этого сознательно бессознательно и получается вот этот шаг что она не вписала к сыну свидетельство о рождении кирилла это как раз и было проявление вот этого квадрата понимаете она со стороны сатурна очень хотела стабильности но он со стороны своего эго не хотел давать ей этой стабильности и вот пожалуйста вам вот это вот несостыковка кроме этого несостыковок у них не было они как знаете вот 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 так вот не но в принципе они на этой почве они могли кучу скандалов устраивать конечно же вот это только одно одна несостыковка которой мы с вами узнали а на этой почве можно все что угодно делать да то есть она хочет от него какой-то стабильности а он ей этой стабильности давать не хочет потому что он чувствует что она его так зажмёт и она бы его зажать и она его пыталась зажимать скорее всего то есть вот она вот как и отношения строятся теперь что касается отношения децела с отцом так сейчас отец от составе так теперь что мы видим но здесь много по луне а луну учитывать не стоит потому что она ну вот я здесь поставила 12 часов она очень сильно в течение дня отклоняется поэтому при космограмме вот этого учитывать нельзя да но тем не менее вполне возможно что все таки эти соединения есть по луне да вот эти красные соединения по луне и об этом как раз и говорит то что вот видите вот соединение по луне марс луна потом вот лилит луна луна венера то есть какие-то вот эти неприятные соединения по луне они скорее всего были потому что между отцом и сыном не было общение в течение 15 лет и это о многом говорит да то есть это как раз и говорит о том что им было некомфортно вместе кому из них было более некомфортно неизвестно но отсутствие комфорта как раз это и есть вот это вот по луне поэтому как бы ну вот эти соединения они не учитываются но я думаю что они были в этом тандеме да дальше значит по плохому селена марс получается что со стороны отца так у него ада у него селена то есть белая луна и ему очень везло когда он смелые какие-то вещи делал да но для сына это было чересчур потому что у него марс был в раке марс в раке это такой знаете тихушник ему как раз вот то что он дома проводил время то что он с ребенком общался это как раз и есть марс в раке вот это если вы девочки ищите мужчину который будет сидеть с ребенком марс в раке это подходит но другой вопрос что он будет очень мнительный он будет очень обижаться он будет ну там много таких сопутствующих вещей конечно же вы встретите но тем не менее марс в раке он вот такой нерешительный да он очень мнительный сочувствующий всем да он ну вот он взял ребенка стал какой отец будет вот ребенка за собой таскать да там подгузники ему менять там много всего вот этого отцовского да вот это как раз есть марс в раке а отец совсем другой отец он как раз вот города смелостью брал и получается вот в этом они не сходились да вот к подходе к делу можно сказать и здесь тоже марс кстати вовне да то есть отец такой прям боевой конкретно боевой и это как раз и ну вот для их тандема было хорошо но вот с точки зрения конечно восприятия друг друга они друг друга не понимали они друг друга раздражали тем что у одного марс то есть действия как он действует в социуме до 1 действует смело сначала ввязаться в драку а потом разобраться за что деремся да а этот ему домой надо надо с ребенком поиграть памперсы выбрать получше ну то есть вот вот это вот то есть разные разные миры до разные восприятия разные люди и это неудивительно но они нормально вот в симбиозе выстрелили да а кроме того смотрите очень хорошее соединение марс юпитер то есть вот эта смелость отца как раз и продвинула сына в социуме да то есть вот это вот активность отца она сыграла очень хорошую шутку очень хорошую с точки зрения вот именно продвижения сына вот пожалуйста этот аспект да дальше что еще секстиль нептун венера получается нептун отца венера сына сын все-таки хотел хотел вот этого всего что получается что венера это наши хотелки а нептун это душа да и получается что вот это такой симбиоз отчасти это но это можно даже назвать любовью если это но если бы это было отношение мужчины и женщины то я бы назвала это любовью да но как бы здесь чтобы не не очень заигрываться до что не переигрывать очень близкие довольно близкие отношения потому что со стороны сына это по венере до венера это это то чего мы хотим да то вот наши хотелки желания и так далее и отец здесь очень хорошо но опять таки квадрат луна венера со стороны отца эмоции ну опять ну тут непонятно брать в учет эту луну или не брать но как бы вот мы видим что отношения не очень меркурий марс секстиль то есть знание отца сделали хорошее дело получается знание интеллект умение донести свою мысль отца это у нас в тельце да да ну то есть отец очень четко кстати он очень хорошо вот в этом смысле я слушала его и он прекрасно понимает вот этот выстрелит потому-то потому-то этот трек не выстрелит потому-то потому-то у него прям причинно-следственная связь выстрелит это значит перенесет прибыль то есть человек заточен нормально на заработок и он здесь очень хорошо включил марс сына и даже невзирая на то что марс в этом раке да он такой очень тихий ну вот в какие-то моменты он включался благодаря тому что вот отец его правильно настроил на это дело научил до дал ему свои знания и вот получается что сын выстрелил вот пожалуйста их симбиоз он весь проигрывается в этой даже космограмме не натальной карте представляете как по натальной карте можно это все определять вот вашей жизни там и вообще транзиты например это просто потрясающая вещь которую я каждый день удивляюсь насколько это все работает а теперь дальше что еще да я вам еще обещала тони да тони сына децла вот давайте сейчас посмотрим а теперь это у нас дедушка сна вот внешний круг это дедушка а внутренний круг это сын кирилла это тони и посмотрите тут одни красные аспекты единственный зеленый это венера уран со стороны дедушки венера со стороны внука уран то есть получается что вот эти вот непредсказуемые смелые шаги со стороны внука они нравятся деду вот честно да и со стороны внука получается что ему нравится то что дед такой состоятельный потому что венера она еще и указывает на финансы а у деда венера в тельце да то есть там с финансами все в порядке получается что вот в этом смысле они друг друга нашли да то есть вот зацепочка пошла а теперь смотрите в чем они друг друга раздражают юпитер марс получается со стороны деда юпитер со стороны внука марс а марс то у нас в овне у обоих то есть оба смелые кроме того у внука узел в овне но опять таки к узлу мы приходим после 30 лет уже начинаем более менее продвигаться в этом направлении пока он еще в своем инфантильном возрасте пока он в весах он пытается со всеми договариваться находить компромиссы и для него это привычно да но как только у внука включится вот это предназначение вместе с марсом в овне он всем покажет кузьми кузькину мать и включит такие вообще разборки и кстати вот даже вот этот урок который он с дедом прошел да вот его по сути кинули до кинули по договору но я не знаю насколько там кинули но он остался недоволен но он еще сказал такую вещь что это будет для меня уроком действительно вот в таком случае вот такие уроки и даются когда южный узел получается в весах то есть человек привык договариваться со всеми а северный узел то куда он идет его предназначение в овне то есть надо становиться лидером надо драться надо отстаивать свои интересы и вот пожалуйста ему урок уже в таком молодом возрасте я думаю что чем быстрее он эти уроки примет тем быстрее он встанет на путь своего развития на свое предназначение и тем быстрее он даст отпор вот таким вот учителям а поэтому здесь все не случайно вообще вообще вот в любых отношениях в любых вообще связях да вот транзитах и так далее все абсолютно не случайно вот знаете когда смотришь и думаешь прямо нас ведут вот реально а значит юпитер марс сказала да теперь узел плутон получается что предназначение деда в том что надо все стабилизировать и чтобы все по порядку то есть это ну это в деве до в деве у нас узел у деда то есть его предназначение в том чтобы все структурировать до чтобы все было по порядку и вообще он такой видно что он он это любит да но пришел внук и он ему все разнесет нафиг потому что плутон это помните базарова которому надо все сначала снести а потом может быть что-то построим вот здесь пожалуйста вам вот этот разрушитель уже пришел в жизнь деда поэтому ждите будет интересно дальше уран-нептун здесь тоже много таких вот вещей причем знаете это будет громко потому что трансурановые планеты в оппозиции в квадратах то есть это тут будет мы все будем свидетелями запасаемся попкорном внук еще даст деду так потом селена венера так получается со стороны деда селена со стороны внука венера то есть то что хочет внук ему не достается и это вызывает скажем негативную реакцию да и деду тоже не не хочется отдавать внуку то что он хочет внук очень хочет получить что-то но видите здесь будет опять таки стычка вот такие вот отношения так что еще дед юля так 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 сейчас посмотрю отец детсла и юлю давайте еще глянем чтобы уже так я уж не буду дальше углубляться потому что уже мы ой больше часа так 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 значит смотрите марс юпитер так то у нас в серединке в серединке юля и получается что по ее юпитеру активность деда приносит какую-то пользу это вот и ее тоже вот положение в социуме то вот что она делает да тоже продвигает деда то есть здесь они друг другу помогают да а теперь квадратура в меркурии лилит интересно получается что интеллект деда знания деда а они в квадрате с ее лилит он невольно дает информацию о ней и питает ее этим понимаете он продвигает и и этим вот то что они друг с другом сцепились да он хочешь не хочешь а по-любому дает ей вот эту вот энергию причем это по лилит получается что ну видимо в прошлой жизни они как-то были связаны и кстати вот из всех из них только они вот так по лилит завязаны понимаете она с д целом не была связана а нет подождите там лилит соединение был то есть они были связаны а вот здесь получается такая кармическая связь они друг друга встретили для того чтобы путь ну дед отдал ей определенную славу до определенную энергию и оппозиция узел луна мы не будем учитывать потому что луна все-таки непонятно насколько ушла у обоих ну значит на этом наверное я не буду продолжать хотела вам еще показать что у них по транзитам было в момент смерти д целом но если будет интересно напишите в комментариях я может сделаю какой-нибудь разборчик мини разборчик но не знаю не стоит наверное но то есть увидели да как это все работает и как это все делается если вы хотите вот так и так же разбираться да вот совместимости и так далее у меня под видео будет ссылочка на мини курс он всего 990 рублей стоит а там вот прям как составлять натальную карту как ее расшифровывать более-менее потом сами уже будете углубляться такой мини курс который поможет вам ориентироваться в этом да а если хотите на консультацию пожалуйста под видео тоже будет ссылочка разберем вас вашу пару в общем все что вам интересно транзиты можно посмотреть там еще просто поле непаханное там столько информации я каждый день начинаю с того что смотрю свою натальную карту и думаю что я сегодня буду делать и что я делать не буду потому что вот прям по транзитам все как вот знаете как по по нотам вот прям по нотам и все проходит именно вот в этот час в это время все что по транзитам я вижу поэтому это потрясающая вообще информация я вообще не понимаю как как мы мы вообще судя по всему воли никакой не обладаем потому что звезды нами рулят вот такая вот у меня теперь убежденность появилась но опять таки не хочу уподобляться подобным горе нумерологом которых мы только что видели в нашем разборе не не буду очень сильно вас этим утомлять да ну в общем вот такая вот у меня такие у меня выводы такие у меня прогнозы напишите в комментариях как вам это все а я на этом буду закругляться на этот раз боже мой больше часа не забывайте поставить лайк этому видео я думаю что я заслужила разобрать вот эту всю этот клубок змей это было очень тяжело там интервью очень длинные поэтому я считаю что я заслужила от вас лайк но в крайнем случае дизлайк если вы считаете что я в чем-то не права ваш комментарий на тоже очень хочу ваше мнение по поводу многих вопросов которые вы здесь поднимали поэтому надеюсь что вы мне это все оставите да я с вами прощаюсь до новых встреч люблю вас всех очень сильно пока пока ваше мнение по поводу